Антиангиогенная терапия Антиангиогенная терапия Как мы уже сейчас услышали, наиболее эффективной является, конечно же, первая линия терапии, которую должны получить наши пациенты. Вторую линию терапии, к счастью, получает также большинство пациентов, и выбор будет зависеть, по сути, от тех же факторов. Такие же вопросы будут стоять перед нами. Какой был безрецидивный период, какой был ответ на предыдущую терапию, какой мутационный статус, локализация опухоли, возможно ли прооперировать пациента, несмотря на то, что это вторая линия терапии. Это, конечно же, факторы, зависящие от пациента, его состояния, сопутствующая терапия и те ожидания от лечения, которые мы хотим получить. Ну и я хотела бы рассказать свое сообщение на примере клинического случая. Это мужчина 72 лет, без какой-либо выраженной сопутствующей патологии. Единственное, что на себя обращают внимание, это хроническая почечная недостаточность второй степени. Что известно? Известно, что с сентября 2015 года у пациента появились запоры, была выполнена колоноскопия, было выявлено образование в сигмовидной кишке. При биопсии был поставлен диагноз аденокарцинома толстой кишки, и пациенту была выполнена лапароскопически ассистированная резекция сигмовидной кишки в одной из городских больниц. Пациент был дообследован, и при обследовании было выявлено по данным компьютерной томографии очаги в печени. Мы видим, что эти очаги, в принципе, располагаются в одной доле, поэтому стоял вопрос о возможности выполнения полной циторедукции. Пациенту было выполнено молекулярно-генетическое исследование, и была выявлена мутация в гене Ки-РАС и Пи-3Ки. Ну и с учетом того, что мы задумались о выполнении циторедукции, наличие в гене РАС, согласно рекомендациям, встал вопрос о проведении химиотерапии. В принципе, мы видим, что по рекомендациям это комбинация химиотерапии вместе с антиагиогенным фактором. Что же выбрать, фолфокс или фолфири? Ну, все мы знаем, что эти схемы, в принципе, равны и эффективны между собой. Мы понимаем, что дуплет лучше монотерапии, фолфокс равен эффективен с фолфири, и фолфиринокс используется как опция для потенциально-резиктабельных опухолей. Ну и, уважаемые слушатели, я попрошу вас проголосовать, с чего бы вы начали у этого пациента. С хирургического лечения, с выбора химиотерапии фолфокс-фолфири, фолфиринокс, либо химиотерапия с антиагиогенным фактором. Значит, модуль голосования находится под плеером. Напомню, что это мужчина, 72-х лет, у которого удалена первичная опухоль, и имеются два очага, достаточно крупных, в одной доле печени. Ну, в принципе, мы сделали так же, как и большинство проголосовавших. Мы начали с химиотерапии фолфиринокс. Мы провели 4... Так, сейчас, секунду. Извините. Мы провели 4 цикла химиотерапии, эффект оценивался как стабилизация процесса, и в дальнейшем пациенту была выполнена правосторонняя гемогипотектомия. При гистологическом исследовании метастаз колоректальной аденокарциномы мы видим с большим количеством некрозов, более 50%. Конечно, вопрос о добавлении антиангиогенной терапии у нас стоял, но напомню, что это было начало 2016 года, и возможности такой не было, поэтому мы ограничились одной химиотерапией. В дальнейшем у нас стоял вопрос о том, продолжим ли мы пациенту адъювантную химиотерапию, либо динамическое наблюдение. Если думать о продолжении адъювантной химиотерапии, то, в принципе, можно было бы выбрать продолжение химиотерапии пациенту фолфокс. Напомню, что было проведено 4 цикла с эффектом стабилизации процесса, но у пациента возникли послеоперационные осложнения, которые купировались более 6 недель, поэтому пациент был оставлен под динамическое наблюдение. Пациент наблюдался на протяжении 6 месяцев, и через 6 месяцев было выявлено прогрессирование заболевания в виде появления канцероматоза брюшины и единичного метастаза в печени. И согласно рекомендациям, как мы видим, при прогрессировании на химиотерапии по схеме фолфиринокс, при мутации в гене КЕРАС или ИНРАС, выбирается схема на основе Ирины Текана с продолжением антиангиогенной терапии. И у нас в арсенале имеются такие препараты, как Афлиберцеп, Бевоцезумаб и Рамоцерумаб. И различные исследования говорят нам о том, что пациенты, которые не получали в первой линии терапию антиангиогенными препаратами, и те, которые получали в первой линии терапию антиангиогенными препаратами, имеют выигрыш выживаемости при продолжении антиангиогенной терапии. И очень наглядно нам это было показано в исследовании Велюр. Мы видим увеличение общей выживаемости у пациентов, которые получали в первой линии терапию Бевоцезумабом и без присутствующей терапии Бевоцезумабом. Также мы видим и выигрыш в выживаемости без прогрессирования в этих двух группах пациентов. Причем, что интересно, мы знаем, что добавление анти-ИГФР терапии дает значимую прибавку в объективных эффектах. Ну, посмотрите, и добавление антиангиогенных препаратов также дает увеличение объективных эффектов у данной группы пациентов. И исследование Велюр нам показало, что флиберцеп в комбинации с фолфирь во второй линии достоверно увеличивает общую выживаемость у данной группы пациентов. При этом, что интересно, что важно, что антиангиогенные препараты одинаково эффективны при правосторонних и левосторонних локализациях. Пациенту было выполнено хирургическое лечение в виде анатомической резекции С4 удаления этого единичного очага. И дальше в качестве второй линии терапии была начата химиотерапия второй линии фолфири со флиберцептом. Было проведено 9 циклов, и у пациента был зафиксирован полный регресс. Сейчас мы видим, что вот эти канцероматозные очаги у пациента полностью регрессировали. Дальше пациент был оставлен под наблюдение. Опять же, наблюдение продолжалось 6 месяцев. Но в дальнейшем у пациента снова зафиксировано прогрессирование. Что бы вы выбрали сейчас в качестве опции у пациента, который получил в качестве второй линии химиотерапии фолфири со флиберцептом? 6 месяцев было динамическое наблюдение, и в настоящий момент имеется прогрессирование заболевания. А есть голосование у нас? Нет? Это либо фолфокс с продолжением анти-GFR терапии, фолфири снова с продолжением анти-GFR терапии, симптоматическая терапия, потому что это уже третья терапия, либо оставить пока под динамическое наблюдение с учетом отсутствия выраженной клинической симптоматики. Ну вот, 60% у нас проголосовало за терапию с фолфири с продолжением анти-GFR терапии. И действительно, мы видим, что пациенты, независимо от того, что они получали в первой линии ингибиторы EGFR или ингибиторы VGF, получают выигрыш от продолжения антиангиогенной терапии. И мы видим, да, действительно увеличение общей выживаемости в исследовании велюру пациентов, которые получали терапию бевоцизумабом в первой линии и продолжают анти-VGF терапию во второй линии. Так, извините, пожалуйста. Да. И мы видим, что вот этот положительный эффект, вот здесь вот появляется у нас в конце хвостик на кривой, который говорит о том, что появляется дополнительный выигрыш более чем у 20% пациентов при продолжении терапии анти-VGFR. Но, к сожалению, у пациента после трёх циклов повторной терапии фолфири со флиберцептом наступило прогрессирование заболевания, снова канцероматоз брюшины, и мы уже перешли на фолфокс бевоцизумабом. Удалось провести 9 циклов стабилизации процесса. И дальше перешли на поддерживающую терапию капицитабин с бевоцизумабом. То есть мы видим, что это уже третья линия с анти-VGF терапией, и при этом терапия была с декабря 2017 по сентябрь 2018 года. Но, к сожалению, всё равно наступает резистентность заболевания. При дальнейшем прогрессировании уже были выявлены и метастазы в лёгких. Назначались различные варианты химиотерапии. Вот мы видим различные линии эрегорифинии с попыткой снова вернуться к фолфоксу с бевоцизумабом. И посмотрите, длительность заболевания метастатического колоректального рака у пациента с чередованием тех или иных вариантов химиотерапии и чередованием анти-VGF терапии, продолжающейся на протяжении всего наблюдения за пациентом, составила 48 месяцев. Мы говорили о том, что, в принципе, когда у нас только была химиотерапия, это было 10 месяцев, потом стало с появлением таргетной терапии 20 месяцев, а здесь в данной ситуации мы говорим о 48 месяцах. Конечно же, появляется экспрессия новых антигенов, которые приводят к резистентности бевоцизумаба, но из-за того, что мы выбиваемся из графика, подробно на этом останавливаться не буду. Антиангиогенные препараты, которые одобрены у нас для лечения метастатического колоректального рака, это бевоцизумаба, флиберцептер, ромоцирумаб и регрофениб как мультикиназный ингибитор. Это зарегистрированные препараты. И, конечно же, у нас для выбора терапии появляется, мы учитываем и поражение, локализацию опухоли, молекулярно-генетическое профилирование, у нас появляются новые биомаркеры MSI. Мы используем уже жидкую биопсию как способ мониторинга и ответа, и выбора терапии. Конечно, имеется типирование опухоли на 4 группы. Если раньше мы говорили об одном гене, например, Керасен, РАС или БРАФ, потом у нас появился мультигенный подход, теперь мы уже изучаем клоны, строму опухоли, иммунную характеристику. Ну и вот мы видим рекомендуемый алгоритм, который есть на АЭСМА. Ну и хотелось бы отметить, что если в качестве первой линии для раз мутированных пациентов мы выбираем химиотерапию по схеме Folfier с бивоцизумабом, то мы теряем опцию для других анти-VGF агентов в качестве второй линии. Спасибо за внимание. Продолжение следует...